В эфире информационный выпуск Панорама. В студии Алмазного края Ксения Исламова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко о главном. Сделать город лучше. На конкурсе территории Алроса ждут интересные инициативы горожан. Первые пошли. Ленский мясной цех приготовил экспериментальную партию котлет и антрикотов. Среди лучших на выставке ювелирного искусства в Москве представлены работы якутских мастеров. Благоустроить свой двор, построить спортзал, обновить центральную площадь. Алроса готова финансировать социально ориентированные проекты по благоустройству Мирненского района. Для этого в Алмазном регионе второй год подряд проводится конкурс «Территория Алроса». Его запустили в прошлом году. Восемь заявок компания одобрила и выделила на реализацию идей более 45 миллионов рублей. Один из победителей – Мирненский региональный технический колледж. С помощью выделенных средств от Алроса около 9 миллионов рублей удалось закупить новое оборудование в мастерские для обучения студентов. Электрослесарь подземный у нас, это мастерская, оборудованный на базе удачинского филиала. Здесь мы сегодня промышленную робототехнику видим на базе Мирненского, нашего головного учреждения. И два мастерских, которые у нас еще созданы в светлом – интеллектуальной системе учета электроэнергии и добыча нефти и газа. В этом году среди соискателей гранта впервые управляющая компания. Она планирует обустроить придомовую территорию. На пустыре жители хотели бы видеть площадку для выгула собак, детскую игровую зону и дополнительные парковочные места. План для участия в территории Алроса почти готов. Жильцы надеются на победу и софинансирование. В конкурсе могут принять участие проекты, направленные на улучшение социальной инфраструктуры, поддержку образования, спорта и здорового образа жизни, добровольчества, туризма и развития молодежи, развитие городской среды и защиту окружающей среды. Заявки на конкурс можно подать с 15 февраля до 15 апреля. Адрес электронной почты указан на экране. Заявку можно отправить и по почте на адрес улица Ленина, 6. Авторы лучших социально-общественных проектов смогут получить на их реализацию до 70% софинансирования от Алроса. Трое сотрудников Алроса стали лучшими в 22-м всероссийском конкурсе «Инженер года-2021». Ежегодный конкурс проводится в двух направлениях. Первое – инженерное искусство молодых. Там участвуют специалисты до 30 лет. Здесь лучшим стал Александр Сигаенко, сотрудник рудника интернационального Мирненско-Нерубинского ГОКа. В номинации – горная промышленность и подземное строительство. Второе направление – профессиональные инженеры, в котором участвовали сотрудники со стажем работы на инженерной должности не менее пяти лет. Здесь определились два победителя – Тимофей Адаров, эксперт Вилюйской геолого-разведочной экспедиции, в номинации – геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, и Андрей Иванов – специалист Института Якутни-Проалмаз. В номинации – горная промышленность. Я узнал только недавно о том, что я победил на этом конкурсе. Руководство решило меня выдвинуть. Одни из заслуг – это было то, что лучший изобретатель, имея определенные опубликованные научные работы, несколько патентов на изобретение. Ну и ключевой момент – то, что мы на протяжении последних двух-трех лет внедряем схемы на фабриках, способствующие значительному экономическому эффекту. Победители получат дипломы и памятную медаль лауреат конкурса, а их имена внесут в Реестр профессиональных инженеров России. И к другим темам. Мясной цех в Ленске расширил продуктовую линейку. На этой неделе в продажу поступят новые виды мясных полуфабрикатов. Напомним, ранее здесь начали выпускать пельмени. Теперь ленчане смогут попробовать местные котлеты, бифштексы, антрикоты и эскалопы. Для приготовления полуфабрикатов закупили говядину и свинину алтайского производителя. Технологи уверяют, продукция не содержит никаких добавок. Из специй в котлеты и бифштексы добавляют только соль и перец. Эти партии экспериментальные, нужно определиться со спросом. Ну, попробуем сначала по 5 килограмм. Ассортимент у нас там 5 номинований, по 5 килограмм. Антрикот идет, это говядина, чисто говядина филе, это самое. Эскалоп идет, это свинина, тоже натуралка, чисто кусок мяса. Бифштекс идет, свинина и говядина. Новшества ждут и детскую оздоровительную базу «Алмаз». Там отремонтируют здание. Что еще ждет детей об этом и других новостях дня, коротко расскажем в итогах дня. Субтитры подогнал «Симон» И продолжаем выпуск новостями высокого искусства. Алроса выступает партнером ювелирной выставки Гохрана России. Ее открыли в Государственном историческом музее в Москве. Центральную часть экспозиции занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. 21 век». Это более 200 лучших работ в сфере ювелирного, декоративно-прикладного, оружейного, камнерезного, часового искусства. Среди авторов как известные мастера, так и молодые ювелиры. Алроса представляет свою коллекцию ювелирных украшений, изготовленных по эскизам фирмы знаменитого Карла Фаберже. Для нас большая честь выступить партнером выставки, организованной при участии Гохран России, с которым нас связывает давнее и тесное сотрудничество. Цель этого выставочного проекта не только напомнить о блестящих традициях ювелирного дела в России, об известных во всем мире мастерах прошлого, но также показать, как эти традиции вдохновляют современных талантливых ювелиров. Для Алроса, в составе которой есть собственное ювелирное производство, это не пустые слова, отметил Сергей Иванов, генеральный директор Алроса, на открытии выставки. Среди лучших работ современных мастеров ювелиров в историческом музее можно увидеть украшения с национальным якутским колоритом. Якутянка Варвара Соловьева стала обладательницей первого места ювелирного конкурса. Подробнее о ее работе в материале наших коллег. Из более 500 заявок и полутора тысяч работ эксперты отобрали лучшие. Мастера из разных регионов России боролись в 12 номинациях. Новые имена национальной ювелирной отрасли чествовали в парадных сенях. Сегодня в традиции российского ювелирного искусства и декоративно-прикладного искусства они живут, побеждают и весьма достойно представляют нашу Россию. Якутянка Варвара Соловьева представила набор утилитарных предметов кулум – очки и курительная трубка. Они выполнены из серебра, рога, капкорня, украшены объемной резьбой и наполнены этномотивами. Уникальность этих работ и в том, что они выполнены с использованием традиционной техники лития оловом. Раньше такая инкрустация была широко распространена у северных народов, но была утрачена. Вот восстановление этой технологии. Я работала вместе с Александром Даниловым, с Олегом Иннокентьевичем Соловьевым. Работали с музейными экспонантами, с литературой. Варвара черпала вдохновение в древней культуре народов Якутии. Буквально возродила облик традиционных изделий. Это и оценили на конкурсе. Якутянка получила первое место в номинации «Национальная тема». Да, конечно, это прям волнительно. И я счастлива. Спасибо. Это победа не только моя, да? Это победа учителей моих, преподавателей, близких людей. Мастера-ювелиры, продолжающие славные традиции Отечественной школы ювелирного искусства. Вместе с работой Варвары на выставке представлены произведения и других якутских мастеров. Их работы будут украшать Государственный исторический музей еще два месяца. Айзена Парнашова, Виктор Олесов, Москва. Ну и из парадных сеней Гохранов – Краеведческий музей. Там открылась выставка «Ленский район». Организаторы собрали экспозицию из более 160 экспонатов. Участники в возрасте от 16 до 91 года. Из Ленска, Бичинчи, Пеледуя и Наторы. Творчество участников не ограничивали определенной тематикой. Участвовали все, кто мог своими руками произвести работы. Выставку прикладного творчества в Ленском краеведческом музее проводят раз в два года. Это уже третья по счету. Организаторы говорят, количество экспонатов сменилось качеством. Работ стало меньше, но сами техники стали сложнее. У многих экспонатов здесь есть своя история. Вот этой картине, вышитой крестиком, более 30 лет. Схема картины передавалась по наследству, а все нитки подбирались вручную. А это картина с авторской вышивкой серии «Алан Хо». Первые сгорели, а это восстановленные. Участники выставки не ограничиваются в использовании материалов и техники исполнения. Мастера используют в изготовлении своих работ различные материалы. Это дерево, береста, кожа, шерсть, бисер. Работы различного формата. Это панно, одеяло, пледы, игрушки, куклы, аксессуары, одежда, обувь. Много и других работ, которые сложно обойти вниманием. Сумки-зефирки ручной работы. Дорожки, выполненные на ткацких станках по мотивам ленских мастериц прошлого столетия. Костюм казачки по мотивам тихого дона. И женское платье в стиле начала 20 века. Экспонат «Мамонт», выполненный из металла. Все работы можно посмотреть в каталоге Ленского историко-краеведческого музея. Здесь же можно узнать цифры и факты об участниках и экспонатах. Валентина Сирстова, Олег Сыснин, телеканал «Алмазный край». А если вы также умеете вышивать крестиком или делаете сумки-зефирки, ну, может быть, что-то другое, то напишите нам. Мы обязательно сделаем о вас сюжет. Это были все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова